Здравствуйте! Первым делом мы поймем, зачем нам вообще нужно объектно-ориентированное программирование, что было до этого и как появилась необходимость начать программировать иначе. А до этого программирование было процедуральным или функциональным. Все программы состояли из функций и возможно нескольких переменных, которые хранили общую для всех функций информацию. После следующего примера вам будет все ясно. Нам нужно создать программу, управляющую покупкой машин. У нас есть клиент, машина и какая-то связь между ними. На таких функциональных языках, как C или Pascal, мы бы первым делом создали несколько переменных, которые хранили бы данные клиенты и машины. Итак, переменные FirstName и LastName это имя и фамилия клиента, а Manufacture и Model будут хранить производителя и модель машины. Затем мы бы написали ряд необходимых для нас функций. InputCustomer для ввода данных покупателя, DisplayCustomer для отображения данных о покупателе. Таким же образом, InputCar и DisplayCar для ввода и вывода данных о самой машине. Ну что, вроде все замечательно, но не тут-то было. Когда мы расширяем функциональность программы, всячески увеличиваем ее, то могут возникнуть ряд проблем с таким дизайном. Посмотрите, наши переменные и наши функции практически никак не связаны. Они могут быть разбросаны совершенно по разным местам программы. Завтра к нам придет заказчик и попросит добавить к данным о пользователе еще номер паспорта. Он скажет, что имя и фамилия могут повторяться, а имя паспорта никогда. Поэтому теперь для узнавания клиента мы будем использовать только номер паспорта. Все функции, которые получали данные клиенты и как-то обрабатывали их, теперь нужно менять. Но в большой программе даже просто найти их будет вовсе не так просто. В общем, проблема в том, что объекты и их функциональность не находятся вместе. Со временем программы становились все более сложными, их становилось все труднее поддерживать, и такой метод программирования стал просто необычным.